Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телепередача Телефорум и тема нашей сегодняшней программы «Спорт без границ». И с вами я, Ярослав Чесноков, рад вас сегодня здесь приветствовать. И с нами у нас в гостях Зизюлин Федор Максимович, председатель Совета ветеранов физической культуры и спорта Владимирской области, и Анатолий Валерий Иванович, председатель Совета ветеранов спорта города Владимира. Добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Добрый день. Прошу представиться. Тема нашей... А, кстати, еще забыл сказать. Сегодня у нас есть голосование, дорогие друзья. У нас тема вопроса. Занимаетесь ли вы спортом или физической культурой? И два варианта ответа. Это да, всегда нахожу время на спорт, и нет, к сожалению, времени у меня нет. В эфире вы увидите наши телефоны, по которым можно звонить и оставлять свои ответы. Также у нас сегодня есть телефон. Работает 44 40 47. Прямая линия. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы обязательно на все ответим. И возвращаемся к теме. Самое главное. Бутует мнение у нас в обществе, в городе о том, что спорт именно для молодежи, а не только для взрослого поколения. Что вы можете нам на это что сказать? Наверное, Федор Максимович, давайте дадим вам слово. Да, ну, во-первых, я бы хотел, Ярослав, добавить, что у нас в голосовании под понятием спорт подразумевается любая физическая активность для ветеранов. То есть, не просто... Или у нас там не только ветераны обозначены? И ветераны, я думаю, но и более уже такое подрастающее, скажем, взрослое поколение. Все, абсолютно все. То есть, мы сейчас хотим привлечь даже там, ну, не будем говорить о возрасте, абсолютно все. Понятно. С точки зрения полезности, я не знаю даже для кого важнее. Вот занятие физической культуры или для молодежи, или для, так скажем, лиц зрелого возраста. Но, по крайней мере, я знаю, что если вы хотите оставаться молодым, сохранить здоровье, работоспособность, оптимизм, то физическая активность, она необходима. И вот, как бы, пример в этом, я считаю, задают общественные организации ветеранов спорта, которые проводят и спортивные мероприятия, в основном в основной среде. Ну, вот есть у нас, допустим, прецеденты, город Ковров. Там они являются, как бы, локомотивом для всего пенсионного сообщества города Ковров. Проводят различные простейшие соревнования, ну, которые, понятно, отличаются от молодежных. И поэтому я считаю... Но это соревнования можно считать спортом. Ну, конечно. То есть, как раз здесь... Своего рода соревнования идет у них, кто там дальше прыгнет. Но в том числе и такие виды, допустим, игровые среди ветеранов очень популярны. Например, настольный теннис, шахматы, различные виды эстафеты. Ну, циклические виды спорта пользуются очень популярностью, допустим, лыжи, бег на длинные дистанции, естественно. Как раз таки давайте здесь и скажем сейчас, в чем отличие спорта и физической культуры. То есть, спорт все-таки больше для молодежи, как я думаю, а все-таки в взрослом поколении это уже больше физическая культура. И как раз таки вот... Ну, Валерий Иванович. Мы дадим слово Валерию Ивановичу. Да, Валерий Иванович, скажите нам, пожалуйста, в чем как раз таки отличие спорта и физической культуры? Ну, в современном периоде, в современной жизни, спорт это уже стала профессия. Или, как говорится, трудовая деятельность. Зарплату получает. Зарплату получает. Это уже спорт, это уже вот это спорт. А физическая культура, это желание самого человека заняться физическими движениями. И вот эти физические движения и для поддержки, как говорится, своего здоровья, для поддержки физических качеств самого спортсмена, бывшего, ну и, как говорится, продолжающего. И в то же время это есть, как бы, точка отсчета своей деятельности. Именно деятельности физические. И на что еще мы способны, или на что еще можем, как говорится, рассчитывать все это. Но кроме физических действий или физических упражнений, что... Ну, какое, что можно отвести, как раз, ну, что такое физическая культура, как раз таки? Ну, физическая культура, это любое, как говорится, вот... Это даже закалка, наверное. Не только закалка, это даже, как говорится, утренняя гимнастика. Вот стала утренняя гимнастика, это уже движение. То есть можно выйти во двор, к Сибири, у многих тоже в городе, у них уже оборудована площадка. Обязательно 10-15 минут различных физических упражнений, плюс обливание холодной водой. Вот, если нет возможности нырнуть в озеро, или в пруд куда-нибудь, или в речку. Вот уже первое движение, как говорится, для продолжения, может быть, жизни. Стадионы у нас есть, может, можно посещать и стадионы, наверное, там бегать, там живут турники. Я вот, насколько вижу из своей деятельности, рано утром у нас не только по стадионам, даже по улицам занимаются люди, бегают. Вот, бегают не одни, с друзьями, четвероногими. Это тоже уже положительный эффект все это. Вот, они, как говорится, и прогуливают своего друга, и сами дышат свежим воздухом. Вот это и есть физические движения, физические упражнения. Валерий Иванович, скажите, что делает Владимирская, вот, Ваша организация, подразделение Советов Ветерарной Культуры, для привлечения, как раз таки, может, и вообще для продвижения всего этого? Понятно. Более активно мы начали вот последние три года собираться у нас в нашем совете, в нашем, как говорится, обществе. У вас есть место какое-то? Ну, место у нас Управление физической культурой и спорта города. Да, они нам предоставляют, как говорится, мы, как говорится, мы юридически с управлением связаны. То есть, кто хочет вам помочь вообще как-то поучаствовать в Вашей деятельности, может туда прийти и, в принципе, обратиться к вам. Мы приглашаем всех, как говорится, но большинство у нас по уставу, по нашим документам, по утвержденному, у нас большинство работников физической культуры и спорта, преподавателей, учителя физкультуры, преподавателей средних учебных заведений, но есть и бывшие спортсмены, особенно среди коллективов. И этим спортсменам это Антонин Константиновна Сорокина, Шкунников Евгений Георгиевич, тренер бывший все это. Ну, вы бывшие заводские тренеры, работники физической культуры. Сейчас вот в нашем, как говорится... Вот как раз сейчас будет время их похвалить. После звонка у нас есть звонок в студию. Сейчас звонок есть? Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я сразу вот подмечу, вот Валерий сказал, что спорт сейчас стала профессией. Спорт, я бы сказал, еще сейчас все платное. Везде, куда ни иди, все кружки платные. Понимаете, сравнивать спорт и физическую культуру, это небо и земля. Вот смотрите, чемпионат мира по футболу, значит, прошел. Вот. Сейчас еще до конца года продлили там этим туристам ездить. А футбол смотреть мне по телевизору, нашу российскую лигу, надо по платному каналу. Понимаете? Я вот предложу, наверное, сделать думских клоунов праздник вот этот, который в Думе сидят там и правители в Москве. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Не понял, к сожалению, вопроса, но смотрите. Ну, нет. Вопрос этот, как говорится, в интернете уже гуляет. То, что у нас на Матч ТВ, они стали демонстрировать популярные российские футбольные команды, их участие в чемпионате России. А, Димон, почему-то идет трансляция, допустим, матчей, те, которые, ну, не самые значимые команды. Например, не было «Спартака», там не было «ССК». Ну, это связано с тем, объясняет, что раскручивает платный канал спортивный, как бы альтернативный Матч ТВ. Матч ТВ бесплатный. Понимаешь, ты, ну, на самом деле, тема была ясна, но платный спорт, платные виды спорта, то есть государство сейчас мало делает. У нас сейчас во Владимире, я знаю, открывается каток. Да, готовится к открытию. На Верхней Дуброве, абсолютно муниципальные учреждения. Будем надеяться, что там бесплатные кружки будут и секции. Ну, они будут выделять, я думаю, какое-то количество мест именно на бесплатный, делать какие-то льготные моменты. Но, опять же, это будет от того, когда начнет действовать государство. Это зависит от администрации, как администрация решит уже, не мы. Мы просто можем, как говорится, посочувствовать и помечтать это. Ну, а что еще есть? Мы вот как раз-таки, да, тоже поднимали тему, есть, можно прийти, бегать на стадионе, там есть готовые площадки. Можно заняться во дворе. Что у нас еще есть? Ну, вот во дворе можно заняться. Все спортивные школы, да и юра, они все бесплатные, городские. То есть, у каждой школы есть муниципальные задания. От 500 до 1000 детей они набирают, обучают, так сказать, спорту, какому-то профессиональному, непрофессиональному. Занимаются физической активностью. Дети, ну, сколько у нас, 6 или 5 спортивных школ. То есть, это уже точно бесплатно. И бесплатные есть места. Как и будет, я надеюсь, как раз-таки на катке. То есть, у нас есть бесплатные виды спорта, и можно детей отдать, чтобы они туда прошли. Наверное, я бы тут немножко так сказал. Чем выше достижение, тем все-таки требуется более профессиональная подготовка, более серьезная форма, поездки и так далее. И там уже бюджет, например, городской не потянет просто, если это не его задача. Профессиональный спорт. Продвигать. Ну, и профессиональный спорт, опять же-таки, разный. Сейчас есть много современных и спорта. Но у нас пока есть звонок. Алло, добрый день. Ой, добрый вечер, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Звонок, Владимир Владимирович. Все же у нас. Очень плохо слышно. Чего-то у нас прервался звонок. Но ничего страшного. Я думаю, позвонит он или нет. Ну, то есть, есть у нас бесплатные места, где можно заниматься детям любимыми видами спорта. Это и футбол у нас на торпедо, у нас на лыбеде, я думаю, тоже. Также есть секции, есть бесплатные качалки, бассейны также в местах. Есть у нас и в институте, у нас учатся в политехе, есть у них бассейн, у них есть занятия физкультурой и бассейна. Школа плавания. Школа плавания, например, 600 человек детей занимается бесплатно. Но в то же время, кто, допустим, перерос возраст или кто-то не совсем, так скажем, подает надежды, они могут уже на платные условия заниматься то же самое плаванием. Владимир Владимирович, ну скажите, какие же мероприятия у нас традиционные по области, которые проводятся, организовываются? Ну, как показала жизнь, совет ветеранов не так часто. Как говорится, все-таки мы, как сказали, основная задача, что у нас физическая активность и поддержание тонуса наших ветеранов. Но в то же время спортивная составляющая у нас тоже есть. У нас четыре областных мероприятия, которые проводятся ежегодно. Это, в первую очередь, конечно, второй этап спартакиады, который является отборочным для подготовки сборной команды на участие в спартакиаде пенсионеров. Ну, для примера могу сказать, в прошлом году в спартакиаде пенсионеров России участвовало 70 с лишним команд, в том числе 10 иностранных, кстати, наших бывших братьев и так далее. Семьдесят? Поскольку человек принял участь, в каждой команде 8 человек, и все 8 человек, мало того, что в условии соревнований, они должны были участвовать в двух видах. Мало того, что из этих 8 человек, 2 человека должны быть старше 70 лет. Например, Антонов, у нас стрелок из Коврова, он три раза уже участвовал в спартакиаде. К сожалению, в этом году условия спартакиада немножко изменили, организаторы, она будет в Новосибирске. То есть те, кто два года подряд участвовал в этих соревнованиях, они как бы отсекают, считают это немножко профессионально, чтобы была ротация. И уже не допускается в этом году, чтобы пошла ротация команд, чтобы не ездили одни и те же. То есть очень вот это вот серьезное самое, я бы сказал, мероприятие спартакиада областная пенсионеров. Ну, кроме этого, проводятся на первом этапе муниципальные такие же отборочные соревнования, сборная команда второй этап, и третий, это финал. Вот она будет пятой спартакиада. Кроме этого, мы проводим фестиваль «Наша победа». Программу составляем приблизительно такую же, как на спартакиаде пенсионеров. И фестиваль «Наша победа» мы проводим в преддверии 9 мая, в конце апреля. Тоже каждый год на нее приезжают ветераны практически из многих наших районов, из области. Проводится эстафета, проводятся те же виды, допустим, шахматы, теннис, плавание, метание. Дротиков, такие доступные для ветеранов виды спорта. Каждый может себе позволить прийти и иметь заняться. Каждый может позволить. Вот, о чем мы и говорим, это бесплатность, техническая плата, все возможно. Главное, это искать эту информацию, то есть вся она есть. Совершенно верно. Здесь уже стоит немножко вопрос, надо ли это вам. Поэтому каждый должен для себя решить, нужно ли ему это. Вы знаете, тут немножко хотел бы мне обратиться вот к руководителям муниципальных районов, округов, что их, вот чтобы они поддержали пенсионеров, им много не надо. Организовать транспорт в этот день, чтобы для поездки соревнований длятся, как правило, не больше двух часов. Площадку, стадион, который, в принципе, свободен не может быть. То есть площадку мы всегда обеспечиваем. Полевую кухню было бы здорово еще. Это было вообще здорово. Если бы у нас рост наших участников будет расти, мы, наверное, будем думать об этом. И о том, чтобы кормить и полевой кухню. Здорово. Пока у нас есть еще один звонок. Дорогие зрители, алло. Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, почему во дворах появляется спортивный площадок? Вот как вы считаете... Погромче, чуть-чуть, простите, не слышу вас. Нужны ли эти спортивные площадки, пользуются ли они спросом и безопасны ли они, если ты не профессионал, на них заниматься? Спасибо. А, безопасно ли заниматься на спортивных площадках у нас, которые сделаны как раз-таки, о которых мы говорили, во дворах домов? Я думаю, что, наверное, они как раз-таки разработаны специально со всеми техниками, правилами безопасности. Я считаю, что в нашем дворе есть площадка, там занимается очень много и детей. И, как говорится, более взрослые, там все доступные упражнения, как говорится, для всех возрастов, начиная даже где-то в 5-6 лет уже детишки садятся. Именно вот, которые вот установили в прошлом году по программе «Единая Россия», партии «Единая Россия» во дворах. Они работают активно, как говорится. Да, были какие-то президенты, но сейчас, по-моему, все исправили. Ну, я думаю, что идет все по ГОСТу, у нас есть ГОСТ. Да, в нашем дворе вот все нормально вроде бы. Спасибо за вопрос. Я бы вот мог добавить немножко к этому вопросу. То есть, в принципе, сейчас законодательство правильно, очень строго контролирует вот этот уровень оборудования спортивного. Ну, и тут главное, чтобы не было у нас бесхозяйственного вот этого оборудования, которое стоит вот в тех же даже дворах. Все равно кто-то должен за него отвечать. То есть, где-то ремонтировать. Его необходимо ремонтировать время от времени, подделывать, чтобы не было каких-то там вот травмоопасных вещей. Если это ничье, то... Пока нет ответственного никого. Совершенно верно. То есть, сегодня оно безопасное, завтра отвертился один болт, послезавтра гайка, погнули. А кто за это отвечает тогда с этого вопроса? А вот я к этому и клоню, что у каждого спортивного оборудования, будь это турник, штанга, должен кто-то быть ответственным. Вот во дворах кто-то есть? Совершенно верно. Во дворах. Во дворах. Ну, хотя бы КТОСы или ТСЖ. Кто там это поставил, допустим. Вот они кто-то... Кто поставил, наверное, кто-то отвечает. Или передал этот раз к управляющей компании, наверное, которая обслуживает двор или дом сам. Совершенно верно. Это как минимум управляющие компании или ТСЖ должны не бояться брать на себя. Потому что там не очень большие затраты для того, чтобы ремонтировать и в рабочем состоянии сохранять. Особенно, когда они могут это брать жители. Ну да. Давайте продолжим нашу тему. Тема у нас сегодняшнего это спорт без границ. То есть, доступный спорт абсолютно всем, пожилым возрастам. И наши гости. Это представитель Совета ветеранов физической культуры Федор Максимович Владимирской области. И председатель Совета ветеранов спорта города Владимира Валерий Иванович. Смотрите. Ну, продолжим нашу тему. И чтобы вы посоветовали тем, кто хочет приобщиться вообще к этому образу жизни. Именно прийти к вам. То есть, мы уже решили, что можно прийти к вам и что-то сделать. Как, может быть, еще пойти, чем заняться, куда деться, у кого вопросы спросить. То есть, мы сейчас подняли тему, что люди многие не знают. Не знают, куда пойти. Не знают, где заняться каким-то визуалом. Не знают, где пройдут какие-нибудь, может быть, соревнования или активности. Как раз-таки посвященные именно пожилому возрасту, ветеранскому возрасту. То есть, где узнать, куда посмотреть. Зайти на сайт физической культуры и спорта департамента, например, или управления, если мы говорим про область или город. Ну, это, естественно, все это есть. И на городском сайте есть управление физической культуры. Ну, и даже просто занимаются люди. Вот, знает наш коллега Владимир Павлович Мусихин. Он ведет группу в этом самом доме Аникеева. А, в Милосердии и Порядка. В Милосердии и Порядка, да. Там занимается больше... Еще одно муниципальное учреждение, кстати, которое есть у нас в городе. Там занимается более 25 человек, настольный теннис они играют, а в шахматы. И вот даже эти, я их хотел сказать, ребята, как говорится, девочки и мальчики тоже принимают участие в наших соревнованиях. Они все, он приводит и на стадионе, и в спортзале принимали участие. Они ездили в Ковров, вот ездили мы на соревнования, все это. И вообще, вот поездки на соревнования, вот наших, общество, вот эти, ветеранов, городское, это самое главное, не просто, не только соревнования, я считаю, но и общение между собой, встречи. Вот, например, года три назад мы первый раз приехали, группа, наш 40 человек, приехали в город Ковров по обмену опыта тоже, и посмотреть, как они работу проводят, как мы все это. Мы встретились, встретились друзья по спорту, которые не виделись, может быть, больше, по-моему, 30 лет назад. Они встречались с молодыми еще на лыжне, на дорожке, а тут встретились, ой, привет, привет, здравствуйте, здравствуйте, какая ты, какой ты, и все, понимаете? Вот что самое главное, это встречи и общения. Вот, мы за последнее время съездили, вот, город Киржач на встречу по волейболу с ветеранами Киржачского района, побывали не просто в соревнованиях, но мы побывали на мемориале гибели Гагарина, возложили цветы туда, нам рассказали про этот комплекс, ну, про этот, как говорится, случай, что вот это все встретились, сфотографировались с меня, потом соревнования провели по волейболу, именно традиционно уже там проводится все. В город Муром съездили тоже, встретились с ветеранами Муромского, города Мурома, тоже встречи были давнишние, понимаете, вот поэтому, и просто, и дальше мы выезжаем на экскурсии осенью прошлого года, последний раз мы ездили в Ковровский район, открыли для себя новое, это не только я, это и многие другие, что вот есть усадьба двух генералов, это экспозицию в Ковровском районе открыли, это же история, которую не знали даже никто, сейчас это начинает возрождаться, мы и познавательную, как говорится, сторону, и спортивную все так же чередуем, вот. Очень хорошо, вот как раз возвращай к транспорту и к оплате хотя бы транспорт, какого-то перебежения мероприятия. Нам помогает, большое спасибо, управление физической культурой города, помогает нам и с транспортом, и поездки на соревнования, оно нам, как говорится, субсидирует, ну, естественно, и со своей стороны мы тоже свои вкладываем, как говорится, на долевых началах нас все это устраивает. Вот тут я бы хотел обратить внимание именно, потому что это моя, как говорится, головная боль, как областного руководителя ветеранов, то, что таких городских округов, районов у нас очень немного. Это Владимир, Ковров, Ковровский район, Визняковский район, Собинка, Собинский район, Ну, еще вот Кержач немножко, так скажем, со скрипом. Ну, понемножку начинается, как бы увеличивается количество наших подразделений, которые принимают участие. Но хотелось бы, есть у нас 21 муниципальное образование, вот все они должны предоставить возможность своим ветеранам выехать. Тогда они поймут, какой там ценностный потенциал у них под боком находится. Это же большой бесценный опыт. Совершенно верно. Люди, которые всю жизнь занимались каким-то видом спорта или организаторами были в этой области, они могут и судить, и подсказать, как организовывать эти ценности. Но их немножко, вот как бы, не всегда привечают, так бы я сказал. Я теперь знаю, кого привлекать на такие мероприятия, в Судейскую особенно. Совершенно верно. Из Гороховца даже приезжают регулярно. Вот три года проводим, три года из Гороховца команда приезжает. Вот Гусь-Хрустальный район. Тоже активен, да. Да, Гусь, вот все это. Там есть вот, ну, есть заинтересованные люди. Надо развивать. Но пока мы прервемся, у нас есть супер сюжет про тему порт без границ. И предварительные пока итоги голосования нашего сегодняшнего вопроса, занимаясь ли вы спортом или физической культурой. Мы уже разделили эти два понятия. Да, я ими занимаюсь, и нет, у меня нет на это времени. Телефоны есть у нас на экране. И пока это 50 на 50. То есть 50% ответил да, 50 нет. И мы прерываемся на наш сюжет. Все, внимание на экран. Администрация города Владимира вместе с департаментом социальной защиты, администрация Владимирской области с огромным удовольствием совместно проводит ряд мероприятий. И сегодняшние мероприятия тому подтверждение. Дорогие наши участники, желаем вам честной игры, замечательного спортивного духа. А всем болельщикам здоровья, оптимизма и 1 июля болеем за наших. Россия, вперед! Среди фаворитов этих состязаний владимирцы сегодня от областного центра на поле футбольный класс показывает команда ветеранов Торпедо Владимир. Самому молодому из футболистов уже 55 лет. Но все они еще могут дать фору молодежи. А секрет бодрости и молодости состоит из трех правил. Соблюдение режима, постоянные тренировки и любовь к футболу, говорит капитан Владимирской команды Федор Лавров. Мы играем уже с пеленок, поэтому до сих пор двигаемся тем, кому за 50. Мне 65, другим 55, 58, 60. Вот такой у нас состав. И мы постоянно играем не только в этом турнире, но и за рубежом играем. И ветеранами участвуем в различных международных турнирах по стране, по области. Всего в турнире по мини-футболу принимают участие 19 команд. В течение месяца состязались они за право представлять свой район во Владимире. Помимо спортивного зрелища, всех пришедших сегодня ждала интересная культурно-развлекательная программа. Концерт, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, соревнования болельщиков. Но главное, по мнению организаторов, фестиваль 50 плюс футбол должен доказать молодежи, что после 50 можно быть в форме. Люди, которые активны, позитивны, которые занимаются в таком возрасте спортом, физкультурой. Ну и пример нашей молодежи – это самое главное. То есть вот этим мероприятием, своими играми, своей активностью, показать пример здорового в жизни нашей молодежи – это самая главная задача. По итогам сегодняшних баталий третье место заняли футболисты из Мурома. Вторая команда из Коврова, а победителем стала команда ветеранов Владимирского торпеда. Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня у нас передача Телефорум и тема нашей сегодняшней программы – «Спорт без границ». И к нам у нас в гостях сегодня представитель Совета ветеранов физической культуры спорта Владимирской области – это Зизюлин Федор Максимович. И к нам присоединился уже во вторую часть представитель Совета ветеранов физико-культуры спорта города Коврова. И это Семеркинов Юрий Викторович. Семериков. Семериков, извините, пожалуйста, Юрий Викторович. Семериков Юрий Викторович. Юрий Викторович, добрый вечер. Скажите нам, так как вы к нам присоединились, мы поговорим про Ковров и что делается в Коврове, в вашей организации. Как привлекаются эти люди, что вы делаете, какие организовываете мероприятия, куда им прийти даже к вам, и к вам на помощь и что-то сделать? Городской совет ветеранов физико-культуры и спорта был организован в 1981 году. Я это почему-то хорошо знаю, потому что сам в это время работал представителем городского спорткомитета. И вот волей судьбой сейчас уже в пенсионном возрасте возглавил этот городской совет ветеранов. Валерий Иванович Ананев уже говорил, какие функции и обязанности, так сказать, преследуют городские советы. Мы в этом плане тоже ничем не отличаемся, но я хотел бы добавить. Помимо, так сказать, физкультурно-оздоровительной спортивной деятельности с бывшими спортсменами, работниками физической культуры, мы проводим, конечно, честование ветеранов и юбиляров. Обязательно отмечаем. Это наши традиции хорошие. То есть круглые даты 70, 75, 80 старше лет мы непременно честуем наших ветеранов. А затем мы внимательно пытаемся помочь тем людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Или это финансово. Ищем спонсоров для того, чтобы выделить средства на лечение. Смотрим за могилами наших ушедших товарищей. Это тоже обязательный момент. У нас есть ответственные люди, которые контролируют эту ситуацию. Сейчас вот у нас буквально в ноябре месяце мы вывешиваем памятную доску одному из ушедших наших ветеранов, Виктору Ивановичу Брикову. Он долго возглавлял этот городской совет. Это памятная доска. Он заслуженный, значит, почетный гражданин города Коврово. Это будет торжественно печальная церемония. Но мы вот это мероприятие будем проводить. И, естественно, потому что наш совет, его основная задача – это объединить людей. Как бы в клуб. В тот клуб, в который люди могли прийти не только, так сказать, с своими радостями и все прочее, но и каким-то образом мы им могли помочь. Помимо очень… у нас неплохо поставлена работа. Мы отмечали, что участвуем в различных областных мероприятиях. Помимо этого мы проводим различные городские мероприятия, посвященные тем же братьям Бриковым. Это лыжные гонки. Фадееву, это ушедшему тоже пловцу, нашему коллеге. Я хотел бы сказать, значит, что очень важно. Мы сейчас приняли такое решение на нашем городском совете, что не только спортсменов, бывших работников физической культуры и спорта, да, людей, так сказать, организовывать, но и подключать как можно больше пенсионеров, людей пожилого возраста. И в этом году, в 2018 году, мы впервые в истории города Коврово организовали и проводим городскую спортыкиаду пенсионеров. В городе Коврово три этапа. Два этапа у нас уже прошло. Знаменательно то, что у нас сейчас не существует, допустим, экскаваторного завода. Он умер как предприятие. Но команда ветеранов, пенсионеров этого предприятия участвует в нашей спортыкиаде. Это, наверное, символично, потому что у нас все крупные промышленные предприятия представлены в этой спортыкиаде. Это очень важно, что и здесь локомотивом, правильно Федор Максимович говорил, является как раз нашим членом совета ветеранов. Вы нам сейчас глаза открыли даже на вашу организацию, совет советов ветеранов, потому что это все-таки не организация только спорта, а конкретная поддержка вообще всех. Да, это очень важно, потому что я считаю, что физическая культура и спорт для людей пожилого возраста, это продление жизни, это очень важно. И это не только медицинское обслуживание, это не только хорошие пенсии и нормальные условия жизни, но именно активность. Это порядка 40-50% увеличения долголетия человека. Общение даже, да? Общение. Выезд на какие-нибудь пикники или там с баланками, например. Буквально на день физкультурника мы организуем день здоровья и выезжаем на турбазу, где проводим свои такие физкультурно-оздоровительные мероприятия, естественно, общение и все прочее. Это эмоциональный, так сказать, взрыв, что ли, ну, импульс для наших ветеранов. Это очень здорово. А прийти и найти вас в Коврове, где можно также в управлении физической культурой и спортом? Да, мы очень, мы в этом, как раз согласно уставу, мы, так сказать, работаем при управлении физической культурой и спортом. Значит, у нас в спортивном комплексе молодежный, есть новый комплекс такой, есть помещение, где мы там проводим свои заседания советов ветеранов. Я имею в виду конкретно, да? Кстати, я хочу сказать, что мы очень стимулируем наших людей в том плане, что мы специально для них выпустили значки ветеран спорта города Коврова. Или удостоверение, да? Вот у нас есть такие удостоверения, где люди у нас в год платят 250 рублей, но, тем не менее, согласно этому удостоверению, у нас есть такая договоренность, они имеют возможность бесплатно посещать все спортивные мероприятия, проводимые в городе Коврове, включая Чемпионат Европы по мотоболу. Значит, помимо этого, группы здоровья посещают бесплатно. Вот, означает, теми бесплатно. Совершенно верно. Бесплатно, если бесплатно, у нас договоренность. То есть, если мы принимаем этого человека в городской совет ветеранов, то это действительно так. За 350 рублей в год, я думаю, это очень круто. И какие-то льготы, это и хорошее. Да, это стимулирующее, так сказать, мероприятие, поэтому у нас постоянно, к сожалению, люди уходят, но, тем не менее, постоянно, значит, идет подпитка уже из числа. А какие-то награды есть вот за соревнования, за участие в соревнованиях? Ну, конечно, мы, ну, помимо медалей и кубков, да, помимо медалей и кубков, да, благодаря спонсорам мы, значит, планируем по итогам года тех людей, кто проявил наиболее активность, наибольшую активность, памятные подарки. Еще ко всему прочему, у нас есть спортивный балл, новогодний балл спортсменов, где непременно есть номинация ветеран спорта и непременно лучшие ветераны по итогам года награждается на глазах всего вот этого города, всей городской общественности. Это очень важно, это тоже стимулирует. Я хочу сказать, что у нас городской совет ветеранов принимает участие в городской спартакиаде промышленных предприятий и учреждений, представляете, это ведущие спортсмены и все прочие, мы на равных с ними соревноваемся и с 12 коллективов занимаем пятое место. То есть, если еще чуть-чуть там подработать по игровым видам спорта, мы могли бы войти и в троечку. Это на предмет того, что насколько у нас есть люди, так сказать, которые очень серьезно относятся. Вот, надо как раз-таки их и отправлять на всероссийскую спартакиаду для пенсионеров, да? Я хочу сказать, что основной костяк Владимирской области, выезжавшие в прошлом году на спартакиаду пенсионеров, были Коваровча. И взяли, наверное, там места достойные. Ну, к сожалению, не совсем, но, допустим, мы упоминали Антонова, если не на прошлых, то на позапрошлых соревнованиях он был победителем в стрельбе, да? То это раз он был 12-й, там лучший результат у нас Филимонова седьмой. Это хороший результат, когда там участвуют за 200 с лишним участников в виде. Коварик Максимович, расскажите, пожалуйста, немножко нам про всероссийскую спартакиаду. Всероссийская спартакиада пенсионеров включает в себя такие виды, которые доступны относительно для ветеранов. Вот в этом году, например, будет кросс традиционный, плавание, настольный теннис, дартс, эстафета, стрельба. А, ну, пожалуй, вот и все. То есть 8 шахматов, да? А, и непременно еще шахматы. Вот, к сожалению, условия этих соревнований подразумевают такие очень интересные моменты, когда каждый участник должен выступать минимум в двух видах и обязательно в эстафете. У нас есть очень хорошие шахматисты, но, к сожалению, в других видах их выставить не очень, так сказать, будет успешно. Поэтому вот тут очень трудно с подбором команды, которая может. Но, тем не менее, я вот на что хотел обратить внимание. Результат у нас-то был достойный прошлый год в Пензе. В этом году в Новосибирске такая спартакиада будет 24 августа. Да, вот когда? 24 августа. Вот сейчас вот скоро вот-вот. Совершенно верно, да. У вас, наверное, ваши спортсмены готовятся. Готовятся во всю, каждый индивидуально по своему плану. У нас команда сильно обновилась, я вам могу сказать. Почему? Потому что, допустим, вот тот же Антонов у нас призер спартакиада, но он участвовал уже в трех спартакиадах подряд. По условиям соревнований в этом году, к сожалению, мы его не можем взять. Хотя он выиграл областные соревнования по стрельбе. Ну вот я захватил саму прошлогоднюю заявку. И на что хотел обратить внимание. Вот это вот спортивные достижения наших, я напомню, что это все уже пенсионного возраста. Женщины свыше 55, мужчины свыше 60 и два из них свыше 70. На них надо равняться. Да, совершенно верно. Так они все практически, я смотрю на заявку, они все работают. Они не сидят на пенсии, как говорится, и не ждут там, когда им эти 10 тысяч принесут. Они все работают. Ну, например, Сагитова Ольга работает в детском саду, воспитатель. Дуцева Любовь, тренером в спортивной школе. Корняков Алексей, преподаватель физкультуры в ГУСЕ. То есть, вот эта вот, видимо, физическая жажда, так сказать, активности, она позволяет быть и мы, и по жизни активными быть. Да, в спорте, они и сюда рвутся, как говорится, успеть их, хотя никто тут их, допустим, вот так вот не душит, чтобы вот только стать призерами, занять призовые места. Тем не менее, все очень стараются. Ну, на даче они сидят, не сидят, а рубят дрова. Я не буду сейчас называть фамилии, я сейчас не буду называть фамилии, но у нас один из ветеранов за 70 лет подумает о женитьбе. Да? Ну, вообще, да. Я думаю, у нас столько медийных случаях. Я о чем? Дело в том, что он в соответствующей форме, что, наверное, многие бы с него должны были брать пример. Он подтянут, у него там ничего лишнего. Моложаво выглядит. Ну, и вот в этом направлении, как говорят, позитивном, я бы хотел какую мысль-то высказать свою, что не надо бояться начинать вот этой заниматься физической активностью в любом возрасте, абсолютно. Вот куда можно прийти? Вот скажите, как раз, куда можно обратиться людям, желающим куда им идти? Тут обратиться, как говорят сейчас, во-первых, любой образованный человек интернетом всем обладает. Там инструкций на любой вкус нет. Но общие принципы какие? Чем старше возраст, тем основные качества сохранить для своего долголетия. Это гибкость, выносливость, допустим, качество, например, силы или там скорость уже менее нужны, чем более зрелый возраст. Но поэтому этими видами это можно заниматься и самостоятельно в любом лесном массиве. И почему все вот эти вот наши активные коллеги, они все летом говорят, мы в это вот лето поработаем. Они все практически имеют у себя какие-то участки приусадебные и так далее. Они все... И у них там даже турники есть на участке. Возможно, есть в турнике, но подозреваю, что они больше занимаются как бы активными ягодами, грибами и... Наклонами. Наклонами, да, грядкам. Но конкретно в Владимире, например, у нас в городском центре здоровья муниципальном существует группа здоровья ветеранов. Они существуют для всех возрастов, кстати. Начиная от самых маленьких, от 4 лет, заканчивая без ограничения возраста. Так вот, самая наполняемая группа у нас ведет Фаина Николаевна. Ей, кстати, под 80 лет, ей каждый год в конце сезона ветераны группы, вот ее группа здоровья пишут благодарность. Я заметил, вот 3 года я там работаю, 3 года подряд в конце сезона просим поощрить и так далее нашего инструктора. Ей к 80 годам. Группа 25 минимум, а то и больше 30 человек. У нее таких две группы. И она с ними очень работает успешно. Надо ее точно наградить. День физрука. Вот, наверное, она придет на день физрука. День физкультурника. День физкультурника, который пройдет у нас уже 11 числа. В субботу. В субботу. У нас будет на стадионе какая-то активность на Лыбиде. И как-то вы там будете представлены? Ну, управление, городское управление по физкультуре организовывает и составляет план. Ежегодно в участии принимает и пенсионеры. То есть можно всем пенсионерам как раз-таки прийти туда, они смогут с вами познакомиться. А вы более подробно расскажете вообще, что делать нужно. Куда идти, куда податься, чем заняться. В принципе, это каждый год в день физкультурника, не физрука. И вдруг это для спортсменов возможно, наверное, и оскорбительное название. Это только с Дмитрием ноги. Это как-то не так название. Да, да, да. Я сегодня прям что-то... Это не совсем правильно. У нас есть уже итоги. Итоги нашего сегодняшнего голосования по телефону. 33-67 против. То есть, ну, 33% сказали, да, мы занимаемся спортом, мы занимаемся физической культурой. И это очень хорошо, я считаю. Как вы думаете, хорошо же? 33% нормально. Мы хотим хотя бы, чтобы 50 на 50 было. Но как раз мы стараемся все это делать. В городе Коврове по итогам 2017 года занимается 32%. 32%? От числа жителей и ветеранов? От числа жителей. От числа жителей? От числа жителей. То есть, это достаточно высокий процент? Высокий процент, я тоже могу сказать, что ежегодно управление предоставляет отчет количества жителей, активно занимающих физической культурой и спортом. Но под активностью подразумевается не менее двух раз в неделю. Да. И где-то вот эти цифры, они объективно совпали. Потому что в 90-е годы, когда была ситуация в стране, в общем-то, не совсем хорошая и стабильная, да, такой процент составлял 17. Я почему это знаю? Я работал в это время. Мы как здорово, мы растем. Могу сказать. Время идет, и мы растем. Да, ситуация меняется. Значит, поэтому и дай бог, чтобы люди поняли, насколько это важно заниматься физическими упражнениями. Спасибо, Юрий Викторович. Спасибо большое. Спасибо, Федор Максимович. Сегодня был здоровский эфир. Мне очень понравилось. Что мы скажем? Мы скажем, что приходите все 11-го числа на Лыбить. Да? И я думаю, что вы познакомитесь и узнаете, как заняться, куда пойти, что сделать. Ну и управление культурой, физической культурой, вы там тоже будете, и вас там можно найти. Профессиональные рекомендации. Спасибо большое. Сегодня у нас была передача телефорум. И тема эфира была «Спорт без границ». Всем до встречи и всего доброго. До свидания. До свидания.